Доброго времени суток! Меня зовут Август. В данном видеообзоре мы с вами рассмотрим простой пример создания текстуры ткани. Использовать будем такие графические редакторы, как GIMP, и, соответственно, по возможности, или по выбору Blender 3D. Наша с вами задача создать текстуру. Соответственно, она будет для базового пакета Blender 3D, поэтому соотношение сторон текстуры вы должны выбрать сами. Например, чтобы последующая возможность использовать данную текстуру как для BGE Blender Gaming, так и для обычных моделей, допустим, зададим разрешение текстуры 1024 на 1024. В данном примере мы используем Blender. Как видим, создается равномерный квадрат для последующей текстуры. Данную операцию можно провести в GIMP. Позже мы рассмотрим вариант с GIMP. Но в Blender сделать намного всего проще, ну и цели образнее. Итак, перейдем к созданию текстуры. Допустим, наш фон текстуры должен быть посветлее. Мы подберем необходимый цвет. В джинсовом варианте сделаем посветлее. Вот здесь мы немного увеличим. И будет такой оттенок серого. Ну, черноту можно тоже убрать. В зависимости от того, какого цвета вы желаете создать. Амбилеотокалюжи нам пока не нужно, но для конкретного примера, чтобы смысл был ясен, мы ее отрендим. Вот мы получаем чистое изображение, соответственно, с выделением горизонта, дополнительный микс цветов. То есть Blender для создания первоначального шаблона текстур очень удобен. Соответственно, сохраняем нашу текстуру. И продолжаем с ней работать в GIMP. Но сначала мы рассмотрим вариант создания практически такой же текстуры с использованием GIMP. Рассмотрим данный вариант создания текстуры с использованием GIMP. Соответственно, файл, создать и разрешение текстуры. Соответственно, получаем бесцветный белый квадрат, который мы можем, соответственно, преобразовать с помощью заливки. Выбрать гардиент, скажем, посветлее, либо потемнее. Ну, выберем 3D. Можем работать как с левы в правый угол, либо с правого в левый, в зависимости от поставленной задачи. И так, в GIMP, возможно, это намного быстрее. Но и в Blender тоже есть свои плюсы манипуляции. Как со светом, так и со степенью отражения. Поэтому выбор создания первостепенного шаблона зависит от вас. Далее мы с вами продолжим работу над эмуляцией визуального образа ткани. В готовом шаблоне, на всякий случай, для примера, откроем наш с вами отренденный в Blender шаблон. Вот мы имеем два варианта для показательной версии. Что можно с ним сделать? Давно существует пакетный плагин, написанный на питоне, который содержит множество для GIMP улучшений и автоматизации работы. Он свободно доступен как для Linux, так и для Windows, но уже постепенно устаревает. Поэтому какие-то недочеты, баги и вылеты при работе все-таки возможны. Но это лирическое отступление. Перейдем к процессу создания непосредственно текстуры. Обращаемся к скриптам. Здесь довольно все просто. Выбираем предпоследнюю вкладку и нажимаем текстуризацию. Здесь существуют процедурные текстуры, встроенные в GIMP. Вы их можете пополнять, модернизировать и делать под себя. Соответственно, первоначальные процедурные текстуры GIMP имеют не особо четкое разрешение и весьма стандартные. Вы можете посмотреть текущую текстуру, можете ее заменить. Мы видим, что разрешение встроенных процедурных текстур имеет 100 на 100. Но содержит, в принципе, неплохой списочек для работы. Здесь можно выбирать как по цвету, так и не по цвету. Но не беспокойтесь, по цвету она не отобразится. Итак, давайте выберем что-то похожее на полукатоновую ткань. Здесь мы можем создать глубину возвышения, создать угол 135, уменьшим до 130 угол, тип текстуры, облака, бумаги. Можем инвентировать, а можем полностью отобразить текстуру. Итак, давайте посмотрим немного по дефолту, что у нас выйдет. Вот. Как видим, текстуризация произошла. Мы имеем весьма четенькое отображение нашей с вами ткани. Давайте перейдем к текстуре от рендинга в рендере, блендера. Также мы с вами создадим текстуризацию в правой стере. Мы создаем с вами текстуризацию, но уже создадим в другой текстуре. Вот довольно неплохие встроенные с эмуляцией, можно сказать, шерсти. Вот мы ее с вами и выберем. Уберем немного глубину, но добавим с вами угол. Вот. Как видим, здесь намного четче получается с гаммой. Соответственно, данные текстуры мы можем доработать в гимке. Итак, простенькая доработка текстур. По фильтрам мы можем улучшить ее как нерезкой маской, нелинейными фильтрами, сгадлить, пятна, штрихи и тому подобное. Но мы воспользуемся простой дополнительным плагином для гимпа. Называется GMIC. Довольно успешный плагин, хорошо развивается, очень часто обновляется. Что мы можем поработать? Светом и тенями. Мы видим, как посредством GMIC мы можем манипулировать ей доработки света и теней. В данном примере мы просто для этой ткани добавим небольшие, такие вот своеобразные, рекообразные тени. Соответственно, немного полернем ее для эффекта и получаем стандартную, самую простую текстуру ткани. Соответственно, посредством гимпа мы можем с вами создать как барельефы, так и нормали, параллакс текстуры, чтобы обеспечить максимальную визуализацию. Давайте мы с вами на простом примере натянем нашу текстуру на куб и посмотрим, что у нас из этого получится. Добавим наш кубик, добавим плоскость для обзора, проверим это дело. Как видим, все достаточно прекрасно видно. Загрузим нашу созданную текстуру. Вот она, родная. Натянем на кубик по кубу. Отлично. Создадим материальчик. Вот она, наша текстурка. Выведем на UV разверточку. И посмотрим, как она будет выглядеть. Допустим, поставим шейдер ORAN на Ray. Давайте отрендим, посмотрим. Вот мы видим, как она у нас отображается. Ну, весьма не очень удачный пример использования. Но, соответственно, можем мы с вами добавить и такие, как эффекты, допустим, как карты нормали. Скажем, уменьшим до 400. И посмотрим эффектик. Можем немного развернуть наш с вами куб. И приблизить камеру к нему. Вот мы видим рендер ткани с нормалями. Весьма эффектно выглядит для симуляции. Соответственно, можем манипулировать светом и бампом для особой четкости. Ну, думаю, данный пример более-менее выразительный. Все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...